Юный чтец стихов из Махачкалы стал участником популярного телевизионного проекта «Лучше всех» на Первом канале. Четырехлетний Амин Ибрагимов поделился своими интересами и увлечением литературы. По просьбе ведущего он зачитал стихотворение Расула Гамзатова «Песни о Дагестане». Тему продолжит Ума Ибрагимова. Дагестанские мужчины, на эмко-джозы не дрожат, Своей добростью и течностью после жизни дрожат. Талант совсем юного Амина из Махачкалы стало большим удивлением для зрителей передачи. Как отметил ведущий программы Максим Галкин, среди множества дагестанских детей, которые мечтают стать спортсменами четырехлетней, Амин выделяет со своей любовью к литературе и поэзии. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. Юля, ну расскажите, чем интересуется ваш сын и чем он примечателен, хотя мы видим, что он уникальный, конечно. Ну вообще он очень рано начал учить стихотворение. Со мной, с дочкой моей. Еще у Гамзатова мой любимый поэт. Серьезно? Ну это же замечательный совершенно поэт. Помимо Гамзатова, мальчику импонирует и Пушкин. В свой юный возраст он уже выучил несколько его стихотворений. Зрители встретили талант юного дагестанца громкими аплодисментами. Мальчик также рассказал ведущему о своих пожеланиях на будущее. Амин признался, что мечтает быть махачкалинским богатырем. Я себе летающую лошадь куплю. Летающую лошадь ты себе купишь? Да. Пегаса что ли? Конечно. А-а-а. Единорога, кто хочет, а мы покупаю. Чувствуется махачкалинский мужик. Кому хочешь, покупаю. Единорога, лошадь, всем покупаю. Я не заряду могу себе. А у тебя пегас будет тонированный? Конечно. Завершилась программа интерактивной постановкой. На сцену вышли три актера в обличии богатырей на конях и предложили юному чтецу из Махачкалы стать частью их команды, то есть четвертым богатырем. Так, крепко сидишь, да? Не мешает это. Мешает? Давай я возьму. Я тебе потом подам, когда боевые действия начнутся. Умай Брагимов.